Привет, как дела? Сегодня я хочу рассказать вам о моей любимице из королевской семьи принцессе Шарлотти. Как-то в период пандемии я абсолютно забыла, что ей исполняется уже целых пять лет. Ровно пять лет назад, в 2015 году, я была рядом с госпиталем и ждала, когда герцог и герцогиня Кембриджские вынесут показать всему миру новорожденную принцессу. Как это было, я сейчас расскажу. Рано утром, так как это был выходной день, суббота, я поехала в центр города, как обычно, гулять, искать какие-то протесты или мероприятия, чтобы заработать на репортажах. Когда у меня выдавался свободный день, я или ехала куда-то по городам, или ехала в центр. В центре всегда что-либо-то происходит. И так как я пользуюсь автобусами, проезжая мимо Кейтингтонского дворца, я вспомнила, о, Кейт же беременна и вот-вот должна родить. Решила заглянуть в мобильный интернет и посмотреть, какие-то новости есть в связи с этим или нет. И на BBC красной строчкой было написано «Kate in labor», значит, Кейт рожает, то есть она уже в госпитале. Всё, я поняла, куда сегодня буду держать свой путь. Поехала в первую очередь к Букингенскому дворцу, там уже выставили табличку, что она родила девочку. И я была счастлива и успела заснять, пока ещё не было много народу рядом с Букингенским дворцом, снять эту табличку и на фото, и на видео. И, помятуя прошлый опыт, как я снимала презентацию «Принца Джорджа» и тоже была у Букингенского дворца, зная весь этот протокол, что зачем идёт и что продаётся из фотографий и видео, то я решила поснимать толпу, как люди приходят смотреть на эту табличку, что вообще происходит в городе. На такси горела неоном Ицегёл, то есть они пишут, что родилась девочка, также на Пяти Тауэр. Их телевизионная башня, как наша Останкинская, всегда опускает анонсом какое-то важное событие на экране, который находится на верхушке этой телебашни. Но этого я не видела, это я уже потом узнала, что такие анонсы пускаются. И, по-моему, на «Роте Мэган» такую штуку засняла. И, как ни удивительно, но у меня продалась одна фотография, очень дорогая. На тот момент я получила 100 фунтов. Это была самая дорогая фотография, которую я когда-либо продавала. Потом были ещё подороже, причём такие, которые никогда не ожидаешь от таких фотографий, что продаётся просто полицейский мотоцикл за 300 фунтов. 100 фунтов, я напомню, на данный момент это где-то около 10 тысяч рублей, чуть-чуть поменьше курс туда-сюда скачет. Но неважно, 300 тысяч рублей за какую-то фотографию я получила за фотографию такси, где было написано «It's a girl». Её опубликовали в парижском журнале «Paris Match». Я на тот момент ничего не знала об этом журнале, но потом нашла на eBay и купила его для портфолио. Затем я поехала к самому госпиталю, это сам Марии госпиталь, который находится на Паддингтоне. Там достаточно долго я ждала. Я знала, что обычно это занимает 7-8-9 часов после родов. В зависимости от того, как себя чувствует кейт, когда её нарядят, причешут, накрасят и так далее. Естественно, после родов не очень-то чувствуешь себя хорошо. Чтобы выходить и показывать всему миру новорождённого ребёнка, к этому надо готовиться и самой матери. На тот момент, после того, как у меня уже был опыт съёмки презентации «Принца Джорджа», я уже знала, что за чем идёт. То есть сначала приезжают родители Кейта, родители Вильяма. Королёк, кстати, никогда не приезжает в госпиталь, не навещает там роженицу и новорожденного. После того, как все родители навестили, посмотрели ребёнка, приезжает «Принц Вильям». И вот в тот момент, когда «Принц Вильям» приезжает, там проходит час-два, и они уже могут выйти. И как раз в тот момент, когда «Принц Вильям» приехал, у меня оставался ровно час, потому что мне надо было идти домой, так как я работала няней. По субботам папа просил меня приходить с 5 до 7 и сидеть с детьми, потому что он уходил на йогу. Это как раз та семья, про которую я недавно вам рассказывала. Где были мальчики и девочки 10 и 12 лет. И вот в тот момент до 5 оставалось буквально час. Я думаю, ну всё, сейчас или они выйдут, или я уеду ни с чем. И в итоге выходит один Вильям и уезжает. Я понимаю, что на данный момент они уже не выйдут сейчас. Они выйдут, наверное, позже, к 8-9 часам. Раз он уехал, значит, что-то ещё. Ну, может быть, она вообще сегодня не выйдет. Ну и так как я обещала, так как это была моя основная обязанность и мой основной заработок на тот момент, я поехала работать няней обратно к себе домой в надежде, что через 2 часа снова вернусь на Паттингтон и засниму презентацию принцессы Шарлотты. Но, к сожалению, как раз к тому моменту, когда я доехала до дома, я уже читаю в новостях, что принц Вильям приехал с Джорджем, навестил Кейт с новорожденной, и они готовятся к презентации. То есть я понимаю в этот момент, что я пропустила эту презентацию из-за работы, которая мне была нужна для того, чтобы я могла заработать денежку, продлить дальше свой курс, продлить студенческую визу и жить дальше в Лондоне. Поэтому иногда бывают такие моменты, когда ты не можешь посетить значимое событие, потому что ты обязан находиться в университете в этот день или выполнять свои непосредственные обязанности, например, в качестве няни. Первый раз я увидела принцессу Шарлотту на красочном параде гвардейцев на балконе Бекингемского дворца, который проводился в честь 90-летия королевы. О красочном параде я совсем скоро буду вам рассказывать. Не пропустите это видео, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе событий, как туда попасть, что там можно увидеть и когда и во сколько и королева, и вся королевская семья выходят на балкон и что они там делают. Ну так вот, когда они вышли на балкон, я увидела, что Кейт несет на руках Шарлотту. Ей на тот момент только-только исполнился один годик, и я не удержалась, и прямо в камеру я слышу свой голос и говорю «О мой гад, она там!» Ну типа того, что надо же, они ее взяли на балкон. Годовалого ребенка вынесли на балкон Ккуньевского дворца и представили всей публике. А публика обалдела от увиденного. Во-первых, маленькая Шарлотта на руках Кейт. Во-вторых, принц Вильям вывел принца Джорджа за ручку, и вся толпа вокруг меня ахнула, умилилась будущим королем. И так получается, что Кембридж перетянули на себя все внимание от королевы, но королева не осталась обделенной, как обычно по традиции весь британский народ в честь празднования дня рождения королевы поет ей гимн. И она в ответ, как всегда, помахала своей ручкой и была очень счастлива, такая вся в зеленом, свеженькая, хорошенькая, 90 лет бабушке, а выглядит как цветочек. Ну, продолжаю про Шарлотту. В основном я ее видела как раз-таки вот на этих красочных парадах, больше нигде и не встречала. Во второй раз я увидела ее на балконе Букингевского дворца вместе с Кейт в розовом платье. И Кейт в розовом, и Шарлотту в розовом, очень красивые две принцессы, прямо не могла оторвать от них взгляд. И в момент, когда, опять же-таки, народ пел гимн королевы, в этот момент абсолютно вся королевская семья должна стоять по стойке смирно, не разговаривать между собой и ничего не делать, просто смотреть на народ. А Шарлотта-то не знала, ей всего лишь два годика, и она взяла лицо мамы, повернула к себе, стала привлекать ее внимание. Мама сначала не отвлекалась, потом повернулась, что-то ей сказала, та стала дальше сидеть у нее на ручках и слушать, как поет народ. Потом, конечно, уже Шарлотта стала постарше. И на следующих королевских парадах она стояла вместе со своими кузинами, кузенами и с братом, смирно стояла и слушала гимн королеве. Однажды был такой случай, когда крестили принца Луи, прессу на само таинство не пускали. Но пресса смогла снять только, как приезжают гости и сами герцоги кембриджские вместе с детьми. И вот, видимо, Шарлотта, зная о том, что прессе туда нельзя, проходя мимо, сказала, вам туда нельзя, прямо в камеру. И все умилились юной принцессой, которая уже руководит и командует своими понтанами. Ведь она четвертая претендентка на британский престол. Было очень забавно смотреть на такую маленькую девочку, которая ставит свои условия. Я же в тот день поехала на Кристину принца Луи, попробовать что-то увидеть и снять. Но, к сожалению, как и вся публика, как и все фанаты королевской семьи, я ничего не увидела. Только когда уже машины выезжали из церкви, мы увидели семью кембриджей за тонированными стеклами их джипов. Ну, а я в тот день сняла самих фанатов, которые всегда наряжаются в цвета британских флагов, машут флагами, рисуют какие-то постеры и даже поют песни. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Даже несмотря на то, что они не увидели самого мероприятия, они все равно желают всей королевской семье благополучия, добра и счастья. А уже в следующем месяце произошло такое чудо, когда отмечался 100-летний юбилей РАФ, то есть Royal Air Force, это королевские британские военно-воздушные силы, патроном которых является, кстати, герцогиня Кембриджская. Так вот, когда основная часть королевской семьи вышла на балкон встречать праздничный парад военно-воздушных сил, который пролетал над Бухингемом, Детей на балкон не пустили, и они смотрели все это авиашоу из окна Бухингемского дворца, которое прямо было напротив меня, только я стояла внизу, а они сидели наверху. И так получилось, что я камеру направила на них, но там был на моем пути фонарь, и вот между этим фонарем фокус иногда на фонарь смещался, иногда на детей. Я сняла «Принцессу Шарлотту», «Принц Джордж» там только пару раз мелькнул, и вот «Принцесса Шарлотта», о, с тех пор я просто ее обожаю. Что она вытворяла? И хелозила, как ягоза, и танцевала, и дирижировала оркестром, который внизу играл, там королева принимала парад еще гвардейцев внизу, прямо перед самим Бухингемским дворцом. И, в общем, и танцевала, и развлекалась по-всякому, и что-то кушала, и с няней общалась, и с Джорджем общалась, и всех абсолютно завела и умилила своим присутствием. А вот в прошлом году, в последний раз, когда я видела «Принцессу Шарлотту», опять же-таки на красочном параде королевских войск, на балконе Бухингемского дворца, она уже повзрослела, была очень спокойной, ей уже было 4 годика на тот момент, и вместе с принцем Джорджем и с принцем Луи на руках, то у мамы, то у папы, она смотрела тоже парад военно-востошных сил, и также слушала народ, который поет гимн королеви. Совсем недавно, буквально 2 недели назад, она вместе со своей семьей, всеми Клембриджами, вышли на порог Кенсингтонского дворца, чтобы похлопать сотрудникам МНХС, то есть медработникам британской системы здравоохранения. Ну, сложилась такая, видимо, традиция у них в какой-то день, они в 8 часов вечера все британцы выходят на порог своих домов, хлопают, тем самым пытаются поддержать медработников, которые трудятся на благо и здоровье всей нации. И вот она вышла и сразу начала хлопать, и посмотрела на маму, на папу, все ли хлопают, все под контролем, прямо очень сильно напомнила мне Елизалету. Королева тоже такая, за всеми следит, все проверяет, всегда под контролем, такой взгляд всегда. У Шарлотты прямо взгляд королевы такой, везде смотрит, все проверяет, и у меня не забалуешь. И мне иногда кажется, что она могла бы быть королевой, если бы принц Джордж не родился первым, принцесса Шарлотта могла бы стать королевой. Она четвертая в очереди на королевские престолы, кто знает, может быть, когда-нибудь и станет. Но, по крайней мере, она уже стала королевой британских сердец. Все, в основном, жители Великобритании очень любят маленькую принцессу, дарят ей подарки и всегда желают видеть ее в качестве своего гостя. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!